Продолжение курса молодого собаковода «Гигиена» в действии. Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое, и зубной порошок, и густой гребешок. Большинству из нас на практике знаком этот знаменитый лозунг Чуковского. А хорошая гигиена – залог отличного здоровья как людей, так и их лучших друзей. А друг у нас, как говорится, познается и в этом тоже. Ну получается, если собака, ну совсем некогда, ну минимум раз в месяц надо ее мыть. Если вы завели длинношерстную собаку или кошку, то ухаживать за ней все равно придется. Либо не заводите, либо заводите голое животное. Именно поэтому всем, у кого уже есть четвероногий друг и тем, кто такого себе завести собирается, предлагаем пройти прежде короткий курс молодого собаковода по гигиене собственного питомца. В этом уже втором по счете его выпуске мы расскажем, как в домашних условиях, без всякого особого оборудования правильно помыть, посушить и расчесать вашего пса, а также постричь его жесткие когти. Итак, принимать собачью ванну нужно с резиновым ковриком на дне, чтобы питомец не скользил. Вода для мытья должна быть теплой, но никак не горячей, а шампуни даже специальные лучше разводить. Все это хорошо смочили, потом все это шампунем, моем, вот так вот делать не надо, вот так вот все, то есть без фанатизма с этим делом, как бы слегка. Если длинная шерсть, значит мы вот эти вот кончики промываем обязательно, пузечко вот это все помыли, значит кондиционер тоже разводится, поливается. Ну вот у желстиков, как бы, это борода, чтобы хорошо раскладывать шерсть на них, это вот, то есть украшающий волос. Лапы лохматые, на спине он не нужен, на спине должна быть у них жесткая шерсть, как бы по стандарту, поэтому там кондиционер не нужен. Подержали кондиционер, смыли хорошо, все, берем полотенце. Сушим собачью шерсть исключительно плавными промакивающими движениями. По завершении этой процедуры берете в руки фен и начинаете активно обдувать пса, при этом расчесывая его для того, чтобы шерсть легла в нужном направлении. И помните, что недостаточно промытая и просушенная собака рискует обзавестись неприятным запахом, перхотью и кожными заболеваниями, поэтому как минимум раз в месяц мыть и сушить питомца нужно со всей ответственностью. Обязательно возьмите на вооружение нехитрый способ по защите ушек своей собаки от попадания в них воды. Делаем из ватки тампончик, ну или из диска ватного, это как бы уже мелочи. Что такое? Что? Хочешь кушать? Ну, примерно вот так его сворачиваем. Обычным растительным маслом пропитали, то есть он масляный становится, то есть влагоотталкивающий. И вот так вот сюда закладываем его. Не туда прям глубоко, он может даже вот чуть-чуть торчать вот здесь. Помыли, удалили его. Если все-таки попало, ну, тем же сам, только сухим. Теперь можно переходить к стрижке когтей, которые после мытья станут намного пластичней. Делать это действительно необходимо хотя бы только потому, что из-за неухоженных когтей у пса деформируется осанка и походка. Укорачивать собачьи ноготки нужно как минимум раз в две недели. Зимой чаще, так как в бесснежное время собаки стачивают свои когти об асфальт или жесткий грунт. Из инструментов для этой процедуры нужен лишь когтерез. Берем лапку. Давай мне лапочку. Молодец. Но мне вот, например, у больших удобнее вот так. То есть у него-то вот сейчас нет как бы когтей. Подушки эти вот. Вот. И вот пошла. Не забываем про боковой пальчик. Многие забывают, он потом спивается, собаке больно. Прямо по чуть-чуть. Вот для этого как бы, так как у них там вот эти вот кровеносные капилляры, то есть чем чаще стрижете, тем они, эти капилляры, меньше прорастают. То есть если собаке делать раз в полгода, у него вот такие когти, там уже все это кровеносный сосуд, и начинается оттуда, начинаешь подстригать, укорачивать кровище. Марганцовка прижигает. И напоследок полезный совет от опытных заводчиков. Приучать своего питомца к гигиеническим процедурам следует с самого раннего детства на лакомство и хозяйский авторитет. Не надо заваливать собаку всей семьей с криками и скандалами. От этого, поверьте, ни у вас, ни у пса не останется позитивных воспоминаний от такого приятного слова, как чистота.